...пусть говорит, ваш шериф приедет ко мне, я ему дам корочки, он пройдет какие-то медицинские, что-то там, ну еще что-то, ну ружье пусть даст к нам в милицию. То есть вы реализовали, реализовали, но опять же не законно. Чтобы принять этот закон, муж пусть он ружье отдал, начок отдал, ну все ему отдадим. Вот это случилось как-либо. То есть вы сделали то, что не могло сделать государство, нигде не могло сейчас реализовать русского милиционера. Вот такие функции мы выполняем у себя легко. Вот там вопрос. Здесь? Давай. Можно я задал вопрос? А как можно приобрести вашу продукцию? На самом деле производство продуктов питания, не просто бизнес, мы его скорее всего сделали именно под проект. То есть получилось очень удачно, крестьяне тоже жалуются, нет сбыта, нет инвестиций, нет технологий. Мы благодаря волчебу, благодаря таким независимым сейчас государством, то есть не стали соблюдать их предписания. Поэтому у нас такое получилось локальное, всего на 50 человек. Раньше кормили 30 человек, сейчас 50 человек, развиваться больше нет желания. То есть мы сделали, было бы просто для хозяйства, конечно, можно было бы увеличивать. Но мы создали самодостаточный такой объем. Подойдите, найдем пьяница, мясо всегда найдем. А вот там вопрос. Извините, пожалуйста. А вот с вашей точки зрения, мне нужно ли вообще большое государство или будущее за анархикапитализм? Вот я анархикапитализм, мне даю анархизм, я тут в этом очень плохо плаваю, мне образно называют, приезжают анархизм. Решили меня обозвать анархаграрию. Не туда, не сюда, не это. Решили меня обозвать анархизм. Сидентов, но может быть где-то есть, не общаемся. Для себя все сделается. Улучшить комфорт проживания, улучшение комфорта проживания. То есть я логику ставлю выше, чем закон. Здравствуйте, у меня там Ксения из Москвы. Скажите, пожалуйста, Михаил, а у вас планировалось с такими проектами, подобляет агентализма? Я все-таки первый официальный, я пытаюсь, чтобы с огорода, со своей земли вот эти всякие инвестиционные придумки и непрофильные, нет, зарабатывать на другом пока не планирую. Другое дело, что по несколько тысяч людей приезжают постоянно, у нас акции, мероприятия, какие-то забавы происходят практически каждые выходные. Там начинается зимняя тракторная биатлона, там детки, там алкопати, там в разных стилях, там в ретро-стиле, там в вестер-стиле, что там у нас в массадке, высаживать там деревьев, уходить там, помощь старикам. То есть около 30-ти мероприятия, вот проходят, вот, 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 вот И если используете, у вас есть проблемы с ее маркировкой? Нет, нет, да, да, нет, не пользуюсь. Там еще вопрос, да. Хотел уточнить, я понимаю, у Калиона есть единственный имитент, да? Да. Хорошо, ну, тогда хотел уточнить, как вы думаете, насколько в России и другие деревни могут принять ваш опыт? А уже принимают, просто это делается не публично. Одно дело у меня есть, защита от журналистов, пиара. Я знаю, в Рязанской деревне сделали Алтын, я приведу пример, в Москве даже сделали целый целковый. В ресторане, опять же, в 15-м году, когда была, в ресторан закрывались, у него тоже даже на бизнес-ланч приходилось 20 человек. Он ко мне подъехал, мы придумали, сделали его только целковый, приравняли стоимость одного целкового к стоимости бизнес-ланч. Например, стоимостью рублей. Один целковый, пять целковых на неделю, и, по-моему, 22 на месяц. Он тут же продался, раньше у него было 30 человек, сейчас каждый день у него по 30 человек. Это простая схема, ее каждый может имитировать, как, если вы брикмахер, можете брикмахер сделать токены эти и услуги продавать. Вопрос такой. Вы сказали, что клеон привязан к стоимости бизнес-классову. Вопрос такой. Если я принесу клеоны, кто обязан мне выдать эти яйца, если я захочу их реализовать? Как имитент. Кто отвечает за это? Хозяйство, у нас обеспечение, 10-кратное обеспечение этих клеонов. К вам лично. Да. 10-кратное обеспечение, если, допустим, один клеон выпущен, даже если леса придет, зарежет гусей, как это происходит, либо там еще какой-нибудь неурожай. 10-кратное обеспечение, мы в любом случае обеспечиваем вас не только яйцами, в конце концов переформативно молоком, плором, мясом. Ну, то есть за то, что мы стоим. Владимир Владимирович, идет по факту хозяйственную деятельность, то есть какой-то доход, получается, да? А налоговое взаимоотношение государства у вас есть какие-то? Мы не выходим из правового поля, на самом деле, я об этом не клавирую. Но фактически давно уже я официально себя объявляю, законы не послушны, налоговым неплательщикам. Пока прокатывают, пока... Другое дело, что у нас несколько печатей в кармане лежит, там и ЛПХ, и КФХ, и ООО. То есть в любой момент перекинуть с одного кармана на другой карманке и легализовать такую продукцию. Достаточно просто. То есть если включить... Вот здесь очень важный момент. Если вы начнете создавать... Я многое тоже... Расскажи, как это все сделать. Я говорю, ребят, сначала включаем мазки, потом начинаем экономику. Если вы спрашиваете людей, а вдруг там налоговая, а вдруг там пятая, десятая сертификация. Для меня это вторично. То есть справится в крайний смысл, экономику, а потом уже эти налоги, ну, там себя подстраивают. Ну, хотят, ну, построят. Я тоже. Я налоговая спрашиваю, я говорю, давайте возьмем... Давайте я вам за Владимир Леонидовичу. А налоговая опять за вас отказывалась. Я говорю, у меня больше ничего нет. Константин Никонов, Москва. Михаил, скажите, вы до сих пор с чиновников требуете стереографии. И это правда, что такое было? Ну, это значит, в 19-м году у нас был, когда во время конфликтов мы ввели такие смешные правила. Мы писали письмо, написали на остановке, чтобы все чиновники перед тем, как приезжали, за две недели подавали там письменные заявления, там, церокопии, что хотят, отвечать. И у того поселения там медали свои. В том числе и справки из футборографии, больницы, из торгоцентра. Пару раз это сработало, на самом деле, принесли. И сейчас по умолчанию мы не отприняли эти правила, они так висят. И они об этом, например, знают, это отличный повод. Им не позволится не приезжать к нам. Спасибо. Да, пару небольших подочняющих вопросов. Во-первых, сколько людей пользовались или пользуются калеонами вообще? Во-вторых, был ли некий обмен калеона на рубль? И если был, то к каким условиям у вас спрашивают коммитента? И последний вопрос, а какая инвестиционная привлекательность у этой валюты? Ну, первый вопрос, я не знаю, конечно, людей. Мы никаких ни реестров, ни кадастров, ничего не берем. С наличным объемом. С наличным оборудом. Сейчас где-то 50 человек, при стоимости калеона 24 тысячи рублей, где-то около 50 человек сейчас участники вот этого проекта в блокчейне. Инвестиционная привлекательность. Во-первых, он избавлен от... Калеон избавлен от владельности. И это неинтересно для инвесторов. То есть спекулировать на нем нельзя. И для банкиров неизвестно. Это у меня вечный... Со взорвучки с программистами вечная такая... Мы сделали его неволатимым. Это для производителей. Он приятен для меня, приятен для получателей услуг. Для остальных он неинтересен. Ни как инструмент, ни как... Другое дело, наличные сейчас пользуются коэкционеры. Очень много заявок. Они между собой уже меняются этими калеонами. Мы сделали ссылку, что один комплект калеонов, там, из семи номиналов, получили 400 евро. Уже где-то его оценили. Вот это у меня как бы левый такой заработок. Вполне достаточно. Я за него подрабатываю. Еще вопросы? Скажите, пожалуйста, не пробовали вы сделать наличную валюту в рамках существующего правового поля, скажем, в виде векселей? Ну, нечто подобное. То есть, многие инструменты, которые можно использовать, как нанесить. Очень много приезжают тоже друзей, которые связаны с кооперативом, которые в рамках потребностей сообщества пытаются создать нечто такое. Но, опять же, все упираются в регламенты, которые защищены государством. Вот это разрешено, в этом поле мы будем, опять же, в этом поле. Поэтому я противник как государству, как и его инструментов. Я, скорее всего, делаю незаконно. Я понимаю, что это делаю незаконно. Другим говорят, что это делаю в другом правовом поле. Но он работает, механизм работает. А то, что так у государства, то, что это незаконно, это уже проблема государства. Это не моя проблема. Нет, просто вы разрешили сразу, был бы законный инструмент точно такой же, только законный. Вот о чем. Ну, в частых диалогах они признают государству, что все круто. И там на уровне очень высоких людей. И сказали, что эти рубль – это действительно говно по сравнению с этой стойкой левого. Открыт один вопрос. Но он сделал, вместо того, чтобы… Вот здесь, может быть, был брос 15 в году, когда он, или эпопея, когда шумиха или цирк с колеонами будет, когда публичная. Может быть, был брос от кого-то, где-то сверху, меня использовали, я повторю. То есть, за ним попытались провинтелировать эту тему. Какой-то крестьянин придумал какие-то бумажки, и вдруг эти бумажки действительно стали мощными инструментами. Может быть, где-то было, мы ее как бы задушили, и сейчас я не смысл прецедента, чтобы кто-то что-то предлагал. Вот подобного. Основной график вашего хозяйства, какую культуру вы производите, или что-то? То есть, вы говорите, если продукты питания, и глотать только на 50 человек в Москве? Нет, у меня около 80 гектаров, в основном, это питомник растений, газонные, трава в рулонах, верновые и картофель. То есть, в принципе, если бы меня интересовала ваша продукция, я могу перевести ваши колеоны, да, и подождать, когда… Ну, там, продовольственная картина, да, определенная продовольственная картина. Не-не-не, я имею в виду как раз, например, трава интересует, к примеру, да, то есть, интересуются какие-то культуры, вот о чем вы говорите. Да, конкретно, если вы у вас находитесь, вы строите дом, строите дом, и нужно 3 года на строительство назеленения. Вот вы фиксируете сегодня набор, ну, проект назеленения, пустые деревья и прочее, выкладываете, пока он строится, подращивается материал, и в момент окончания строительства вы посажены уже, ну, не кустарниками, а уже большим деревьем. Да, красный метр, гадекли. Ихните, просто процедура простая, я скажу на ваш сайт, я скажу на этот самый, скажу, где купить, можно купить до валюты? Нет, у меня не сайта нет, до валюты нет. Вы можете купить простому обывателю, скажем, купить вас? Мы замкнули, максимум достаточно у нас пока, я не планирую выходить на какие-то на рынки, мы сделаем себе комфортным. Я хочу до февраля, у меня до середины февраля, пока не начнем с подготовка, весенний, весеной, я хочу строить новогодние каникулы. Я не хочу работать, я хочу, мы все это делали, убрали, осеннюю копанию, до конца, до весенней еще ветерей. Я хочу просто отдыхать. Мне нравится, да, мы комфортно. Ну, можно все зарабатывать в этом хозяйстве и просто обговорить. Приедем, устроим какой-нибудь праздный, давайте, приезжайте, так как я сонскою устрою, вот это мне нравится. А так, ну, классно. И, допустим, провинцировать, провинцировать, вне осторожно. Ну, в совместу делаем, везу шумаком, да. Вопрос, Михаил, скажите, а вот ваши бекалионы могут ли черендоваться по наследству? Вот, скажем, был человек, там, допустим, старик, держать бекалионов, вот он взял и умер, бывает, да? Значит, процедура наследования человека найдется, сын, дочь, внук, внучка в той же Москве. Значит, а как им быть? Тем более, что вот с этим вашим клюром, извините, вот, если это вне государственного правового поля, то к нотариусу не пойдешь, а в завещание это явным образом не напихно. Как вы думаете? Я... Или в случае? Нет, нет, нет. У нас даже нет ни пользовательского соглашения, нет никакого договора. Мы здесь решили конфликт между покупателем и продавцом. У нас это построено, в принципе, на доверие. Никакого там наследования формально не принадлежат. Но я всегда говорю, если я буду жив, естественно, я обеспечиваю декалионы. Если что-то у нас случится, ну, будут фантики, как волчат, останутся у вас. То есть вы потеряете правы. У нас даже нет, я говорю, и даже никакой ни бумажки, ни письма, ни одной печати нет. Вот мы договорились сейчас, вы прокладили 24 тысячи рублей, получили, в течение года получаете эту корзину с продуктами. Я вам сказать, что 24 тысячи могу обратно выкупить. Если что-то получается, ну, потеряйте копейки. Я чуть-чуть заработаю, и вы не потеряете. У нас есть время еще на один вопрос. Есть ли вы? А ваша подпись личная там не стоит, наверное, в ваших миллионах? Это он, как коллекционер, попробуем, коллекционер. Нет, я говорю, мы не стараемся минимизировать вот эти все юридические глупости. Кстати, обманут вас с долларами, с валютой. Всю страну обманули, Сбербанке. Никакие нотариусы не помогли в 91-м году. Нет, я противник юридических наполнений, я сторонник достаточно простых решений. Чем проще решение, тем проще... Ну, как возможно, проще не всегда лучше. Вот, я, допустим, куда-то деньги вкладываю, наверное, я подумаю о боксократности. Ну, это вопрос даже не какие-то, вопрос с моим... К сожалению, время выступления подошло к концу. Спасибо большое Михаилу, было очень серьезно. И сейчас у нас отмечается этот 7-м минутный перерыв на кофебрек. И я хочу обратить внимание, что у нас в социум продают книги, посвященные свободе, экономике, лидературе. Пожалуйста, обратите на них внимание. Там очень много интересных книг, которые мы всем рекомендуем прочитать. И также мы собираем пожертвования на мероприятие ТИПЭД. Если вы получаете удовольствие от наших лекторов, от того, что вы слышите, пожалуйста, пожертвуйте сколько можно. Уважаемые коллеги, включите 50-м минуты. Значит, женский турист на первом этаже, вы выходите и сразу... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!